Вот во всяком случае, вот сейчас, дело в том, что видите, ведь у нас же все растения, которые созданы на Земле, они создавались не для того, чтобы ими питались, а для того, чтобы они нам передавали какие-то новые свойства. Вот возьмите тот же самый папоротник, но у нас споровых растений остались, вот папоротники, пловоны, их вообще три только вида, ну, три рода так, вот, и ведь смотрите, папоротники имеют больше всех хромосом, у них 1400 хромосом, это растение вообще разумно, и с ним всегда можно договориться, какие вы хотите получить от него фрукты, но там фруктов, естественно, нет, там есть так называемые ложные фрукты, которые вот у них на обратной стороне листа возникают, ну, вы, может, видели там в виде красных каких-то кнопок, зеленых, вот, разных таких, вот желтые там бывают. А это в действительности, вот, когда с ними, ну, кто знает, конечно, работает, скажет, я хочу вот такого вкуса, такого запаха, ну, это все представлять, естественно, а не говорить, но и говорить, и представлять можно тоже, и папоротник дает нам эти вкусы почувствовать для каких-то целей, я хочу, чтобы у меня выросли рога, например, или чтобы у меня был хвост или еще что-то, и он сделает такое растение, или там, допустим, мук, помните такую сказку о муке, который там давал ягоды, у людей росли рога, росли хвосты, да, ну, а были ягоды, которые, наоборот, хвоста отпадывали, рога отпадывали, вот, вот такие растения у нас и создавались на Земле, и создавали их жрицы, жрицы с помощью таких же вот папоротников, ну, то есть, как бы подсобные, подсобные инструменты, которые помогали творить с этой атмосферой, вернее, с этой биосферой то, что нужно нам, для того, чтобы есть, для того, чтобы изменяться, для того, чтобы совершенствоваться, чтобы становиться богами и идти дальше, выше, чем боги, и дэвы там, и асы, и так далее.